Сегодня я буду говорить на тему «Никогда не сдавайся». Но когда ты читаешь про апостола Павла, ты понимаешь, действительно, какая была трудная жизнь. Но он говорит, что мы не отчаиваемся. И он говорит, это не зря, когда твоя жизнь построена на Слове Божьем. Это не зря, когда ты посвящен Богу. И поэтому, если мы будем убегать, вы помните, что с ним произошло, куда он попал, что там происходило. Но, слава Богу, что в конце концов он согласился с Богом. Он говорит, в тесноте моей я возвал к Богу. Поэтому Бог нас не оставляет, друзья, слава Богу. У него были свои стесненные обстоятельства. То есть иногда это даже очень хорошо. Потому что только в этих обстоятельствах, только в чреве кита до него дошло вообще, какой прекрасный Господь есть. И какая чудесная жизнь у него может быть, если он послушен Богу. И он возвал Богу, и произошла победа. Слава Богу. Поэтому Бог хочет, чтобы мы научились, что побеждает в себе неправильные отношения, неправильные мысли. И когда ты это побеждаешь, ты становишься победителем. И еще есть другая категория людей, которые тоже знали призвание, знали Божью цель. Но они выбрали свой путь. Выбрали свой путь. Почему? Потому что, ну, мне нравится вот это вот. Мне хочется так жить. Я не хочу, как вы мне тут учите, смиряться, просить что-то, искать. Нет, я хочу жить, как мне хочется. И я скажу, что такие люди были не одиноки. Не одиноки. В 2 Тимофея 4,10 написано, что «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Это апостол Павел пишет. Это ученик, который был с ним. Понимаете? Но я не думаю, что какие-то случайные люди хотели с апостолом Павлом. Какие-то просто непонятные люди. Нет, это был человек, который знал призвание. Он знал Бога. Он знал, куда он идет. Он знал, что делает. Но, смотрите, что написано. Что он сделал? Он оставил, и он возлюбил. Он оставил то, что Бог любит, и он не захотел любить то, что любит Бог. Он не захотел сражаться. Он просто сдался и сказал, я вот это люблю, мне это нравится, и я не хочу больше сражаться. Я устал, может быть, сражаться. Знаете, так люди говорят, я устал сражаться. Но я хочу сказать, что вся наша жизнь будет в сражении. Конечно, Бог дает нам перерывы, да, Он дает нам отдохнуть. Он говорит, всему свое время, время тому, время тому. Но наше отношение, понимаете, этот человек, например, сказал, с ним большие проблемы произошли, и он сказал, что я устал сражаться с проблемами. И все, и проблемы просто его разорвали. Они его просто проглотили. Вот, если ты сидишь, и тут куча крокодилов, например, у тебя есть выход. Либо победить крокодилов, либо они тебя победят, да. И вот его проблемы, они победили, эти крокодилы его победили, потому что, говорит, я устал, и они съели его. Ну, я думаю, что это не тот путь, который Бог нам предлагает. Это не путь победителя, правда? Поэтому Бог говорит, что не сдавайся. Не сдавайся, продолжай двигаться, да, продолжай идти за Богом. И у тебя все получится. Почему у тебя все получится? Потому что Бог верный. Что обещал, Бог исполнит. Это наше упование, это должно быть нашей надеждой, это должно быть нашим основанием. Потому что мир, он переменчив, все переменчиво. Только один Бог вечен и не изменен. Поэтому я лучше буду верить Богу, чем я буду верить этому миру, обстоятельствам, проблемам. Какие бы они ни были, знаете, эти проблемы, но Бог сказал, что с Богом возможно все. Аллилуйя. С Богом возможно все. Не просто мне возможно все. Но сказано, что с Богом возможно все. Слава Богу. И, конечно, иногда, почему люди сдаются? Они не знают своего призвания, как я уже говорил. Они не знают своей цели, потому что я так думаю, что без цели, без смысла жизни вообще жить очень трудно. Я люблю эту тему о смысле жизни, потому что эта тема меня самого волновала много лет назад, и она меня привела к Богу. Вот. Потому что я думал, да, действительно, какой смысл, какая цель вообще каждого человека, всего человечества, истории, в частности, моей жизни. Потому что я думаю, что когда люди о чем-то думают, это хорошо. Когда они ни о чем не думают, очень трудно вообще что-то понять, что-то увидеть и куда-то прийти. Поэтому я думаю, это, слава Богу, когда мы думаем, когда мы размышляем, чтобы Бог нам дал разум, да, чтобы мы могли что? Услышать и принять Божьи мысли. И поэтому вот эти размышления, я понимаю, что они были всегда люди во все века, и философы, и ученые, и писатели. Они размышляли о целях жизни, о смыслах жизни. Конечно, они, может быть, придумывали какие-то свои идеи, какие-то свои теории, какие-то свои предположения. Но я понимаю, что самый главный специалист в этой области – это Бог. Потому что Он все создал, и Он все знает. И Он создал нас. И я думаю, так интересно, если убрать Бога вообще из жизни, из истории, то вообще теряется всякая логика жизни, и теряется всякий смысл. И без Бога действительно жизнь бессмысленна становится. Почему? Потому что если Бог – не главный смысл жизни, а что тогда главный смысл? И поэтому люди пытаются ухватиться за разные смыслы, за разные цели. Да, можно что-то добиться, можно что-то сделать и без Бога. Но это не главное, для чего нас создал Господь. Мы знаем, что… Мы сейчас уже знаем, что Бог нас создал ради Него. И смысл нашей жизни – это жить ради Бога. Почему такое есть выражение, да, в народе? Ну, ради Бога. Действительно, Бог, и что мы жили ради Него. Потому что когда ты живешь ради Него, в конечном итоге ты живешь и ради себя. Потому что ты получаешь смысл, ты получаешь цель, ты получаешь призвание. Для тебя открывается этот мир, и ты понимаешь, для чего Бог создал тебя. Почему ты здесь? Ты не ошибка, ты не случайность, да? Ты не просто какое-то недоразумение. Потому что иногда дьявол настолько уничижает человека, что он говорит, да ты никто, да ты ничто, да вообще зачем ты здесь? Иди, иди там, отравись, иди там, спрыгни, иди, убей себя, потому что ты вообще, зачем ты здесь нужен? Но когда ты понимаешь, зачем ты здесь нужен, О, у тебя крылья вырастают, потому что ты видишь смысл, ты видишь цель, ты видишь призвание, ты понимаешь, зачем тебя сотворил Господь, ради чего ты находишься здесь. Аллилуйя. И это очень важно, почему? Потому что когда ты не знаешь главного, ты не знаешь главной цели, поэтому иногда люди говорят, для чего я живу вообще, а для чего мне вот это, для чего мне то. Некоторые даже не понимают, ходя в церковь, говорят, а зачем мне ходить в церковь? А зачем мне то, а зачем мне вот это? И вот такая, так сказать, близорукость, или, как можно сказать, слепота, она действительно приведет человека куда? В яму. Он в конце концов попадет в яму, потому что он не знает, куда он идет. Но Слово Божье говорит нам, что мы сотворены Господом по образу и подобию Его. Аллилуйя! Мы сотворены Богом, и мы сотворены для кого? Для Бога. И тут уже начинает, так сказать, туман расходиться. Начинает что-то проясняться. Лично в моей жизни это было прояснение, и мне стало понятно вообще, для чего, зачем, что, почему. Очень много вопросов, сразу же я увидел ответы на эти вопросы. И я понимаю, что для каждого человека должен наступить такой момент, почему нам нужно говорить Евангелие, почему нам нужно говорить о Боге, почему нам нужно рассказывать. Потому что многие люди, они живут бессмысленной жизнью, по большому счету. Они просто живут кто-то для семьи, кто-то для себя, кто-то для работы, кто-то еще для кого-то, говорит, я живу. Но они не понимают, что мы должны жить для Бога, потому что мы Божье творение. Слава Богу! И если человек этого не понимает, его жизнь становится действительно бессмысленной. Он пропадает либо на работе, либо в пирушках, либо в гулянках, либо еще. Но в конечном итоге это жизнь, лишенная смысла. И в конце концов человек приходит в тупик. Вот. Поэтому Бог нас выводит из тупика, потому что Он сказал, я есть истина, я есть путь, я есть жизнь. И если мы идем по этому пути, мы начинаем понимать то, что Бог хочет, чтобы произошло в нашей жизни. Смотрите, что написано в Колоссянах. «Ибо им создано все». Скажи, им создано все. Ну, включая тебя тоже, ты понимаешь? Все. Все. Это ты тоже. Ты не случайность какая-то, ты не ошибка, ты не недоразумение какое-то, да? «Ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое, невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для Него создано». Для Него. Ты понимаешь? Вот это главная цель, главный смысл, который Бог хочет, чтобы мы увидели, чтобы мы поняли. Потому что мы не поймем своего призвания, да, потому что люди говорят, какое у меня призвание в Боге. Это уже потом придет. Главное, тебе нужно вот первый шаг сделать. В первый класс пойти, во второй, в третий и так далее, и так далее. И ты потом поймешь и призвание, и цель вообще, и кем, и что ты должен делать. Но самое главное, оно начинается с того, что все создано им и все создано для Него. Аллилуйя. Аминь, да? Слава Богу. Слава Богу. И поэтому Иисус еще сказал такие интересные слова, вы их знаете, но я в эту тему вам их напоминаю. Он сказал так, потому что тот, кто хочет сохранить свою жизнь, тот потеряет ее. Да, известное место Писания. Тот же, кто отдаст жизнь за меня, сохранит ее. Это когда у нас встает вопрос, да, когда мы поняли, что да, мы принадлежим Богу, наша жизнь для Бога. И как бы ты понимаешь, что Бог, Он претендует на первое место в твоей жизни. Не твоя жена даже на первом месте, если ты даже ее очень любишь, слава Богу. Не твои дети, тем более твоя работа или еще там что-то. Бог должен быть на первом месте. Потому что в противном случае порядок нарушается, понимаете? Нарушается порядок, нарушается гармония. И когда... А у Бога, кстати, все очень последовательно. И когда нарушается эта последовательность, ты теряешься. Ты не знаешь, как тебе дальше жить, как тебе дальше двигаться. Почему? Потому что когда Бог во главе угла, когда это креугольный камень, когда Он на троне, когда Он царь, тогда приходит осознание, откровение о том, кто такой Бог, для чего Он тебе создал и какое призвание Бог приготовил для тебя в этой жизни. И когда ты это понимаешь, для тебя нетрудно отдать и посвятить жизнь Богу. Потому что часто я встречался с людьми, которые не хотели посвятить Богу полностью. Они хотели как-то там 50 на 50 жить. Может быть, вот 50% Богу, 50% мне. Но Бог говорит, что в Его царстве это не работает. Иисус говорил, никто не может служить двум господам. Поэтому в отношении Бога мы не можем так делиться с Ним и говорить, Господь, вот только какую-то часть я тебе могу дать в своей жизни, а остальное я тебе не могу дать. Да, ты можешь так своей жене говорить, что я вот столько на работе времени отдаю, а столько времени тебе отдаю. И ты видишь, чем я занят, и я не могу там быть с тобой или с детьми и так далее. Мы не можем торговаться с Богом, друзья, потому что Он нас создал. И Он говорит, как горшок может спорить с горшечником? Он наш создатель, Он наш изобретатель, Он наш творец. И Он знает, как Он нас создал, устроил. У Него инструкция для нашей жизни. У Него сценарий для нашей жизни. У Него план для нашей жизни. И если ты этого не понимаешь, тебе всегда будет очень сложно. Очень сложно. И когда тебе сложно, то тогда человек идет на компромиссы. Он думает, где-то он может объегорить Бога, где-то там обойти, где-то там еще что-то. Но мы много говорили, что нужно быть честным. Честным перед собой, честным перед Богом. Потому что ты можешь обманывать сам себя сколько угодно лет, водить себя за нос. Можешь врать себе, и ты будешь настоящим Пиноккио. У тебя нос будет расти и расти, и ты с таким носом будешь ходить, что ни в одни двери уже не попадешь. Я говорю, помогите мне войти, потому что нос такой вырос длинный. Поэтому Бог говорит, все, я это убираю, все снова. Сначала начинается, старое прошло, пусть твой длинный нос отвалится, нос лжи, обольщение. И все будет по-новому, все будет сначала. Слава Богу. И поэтому Он говорит, что кто хочет сохранить жизнь, то есть как она была, вот я так жил, я так привык, Он говорит, у тебя ничего не получится. Но если ты отдашь мне жизнь, потому что я отдал жизнь за тебя, знаешь, Бог не просто так говорит, Он знает, что если Он бы не отдал свою жизнь за нас, Он бы и нам не мог этого сказать. Но так как Он показал нам пример, Он отдал свою жизнь, Он говорит, это работает только так. Если семя не умрет, оно останется одно, да, но если умрет, оно принесет много плода. И поэтому, когда Бог открывает тебе свое сердце в Слове Божьем, да, открывает свои планы, открывает то, что Он хочет сделать в твоей жизни. И, конечно, что Он ожидает от нас? Ожидает ли от нас согласие Бог? Или Он говорит, о, нет, нет, они никогда не согласятся. Ой, да такое трудное, что надо им каких-то пряников дать, конфет там, чтобы они в Царство Божие бежали там, знаете, за морковкой, как. Но Бог этого не хочет. Поэтому Он говорит, да, просите, чтобы Дух Премудрости и Откровения, да, апостол Павел говорит, Он вам открыл, чтобы мы могли познать Бога, познать так, что мы влюбимся в Него, познать так, что мы захотим бежать вместе с Ним, идти вместе с Ним, жить вместе с Ним. И ничего мы можем сказать, а нам без тебя ничего не нужно, да. Помните, как была ситуация с Моисеем? Он говорит, ну, давай, пойдешь, там будешь... Но он говорит, что, если ты не пойдешь, я никуда не пойду. Понимаете, вот это осознание, откровение о Боге, кто Он есть, потому что помните, какой был молодой Моисей, да, какой он был молодой. Он был гордый, он был надменный, он хотел драться со всеми там, да. У него были хорошие удары, может, он боксом занимался, не знаю, что с одного удара сразу там убил этого египтянина. И Бог говорит, ну, я тебя за это отправляю на перевоспитание на 40 лет. Вы знаете, что, конечно, у него было призвание, он знал свое призвание, но он был не готов исполнить это призвание. Поэтому есть люди, которые не знают призвания, есть люди, которые знают свое призвание. И он говорит, и даже если ты знаешь свое призвание, я буду тебя готовить. И когда я тебя буду готовить, ты не должен сдаться. Потому что у него было много времени, 40 лет. и за 40 лет можно было много-много раз передумать и уже служить Богу, не служить Богу исполнять Его волю, не исполнять Его волю но помните, как Моисей пишет о себе, он стал наикратчайшим из людей то есть тот грозный, сильный, самоуверенный Моисей, который, да, я знаю же Бог мне сказал, все будет так, как надо но он делал так, как он хотел не как Бог хотел и поэтому Бог его отправил на исправление иногда нас Бог может отправить на исправление на скамейку запасную, говорит, посиди, дружок ты рвешься, но ты не готов еще потому что ты много чего навредишь ты переломаешь зубы, ты перебьешь головы там что-то произойдет такое, и потом будут думать это посланник от Бога, такой сильный такой здоровый, говорит, надо тебе еще понять вообще, как я действую какие у меня есть методы да, и конечно, ему нужно было много чего победить в своей жизни в своем характере, в своем отношении и когда он победил, он мог уже себе сказать я сейчас другой, я сейчас кроткий я сейчас смиренный и поэтому Бог говорит, да, Бог противится гордости но он дает благодать там, где есть смирение и он дал ему такую благодать, такую власть я не знаю, у кого еще такая власть была мы больше даже не читаем может только у Иисуса, да, море раздвигается то происходит, там 10 казней чего стоит, того то есть какая власть была потрясающая, да ты думаешь, вот это да вот это человечище, но это не человечище наоборот, как человек, он умолился это Бог, Бог стал проявлять свое могущество свою силу, свою власть но почему? потому что он не сдался знаете, многие люди иногда обижаются говорят, ты посиди здесь, подожди о, я не буду, все, я, вы меня, там то, вы меня это Бог говорит, ты должен быть готов и это все говорят, чем больше призвание тем больше подготовка, правда? говорит, чем выше здание, тем глубже фундамент поэтому ему нужно было посидеть ему нужно было подождать и когда Бог увидел, что в его сердце произошли перемены когда он увидел там, что, смирение когда он увидел там веру, упование на Бога тогда явился ему этот куст и Бог сказал, вот теперь твое время настало вот теперь твой час пробил аллилуйя, вот твое призвание и вот теперь ты будешь действовать таким и таким образом аминь аллилуйя, поэтому это очень важно знать свое призвание, знать это предназначение и знать, когда Бог с тобой работает и как Бог работает с тобой я много-много раз рассказал рассказывал свою историю, что был музыкантом а Бог мне сказал идти работать грузчиком понимаете, и я почему об этом говорю потому что я понимаю, что ты не можешь быть готовым сразу служить пусть у тебя потенциал, пусть у тебя способен пусть у тебя то, пусть у тебя это но Бог говорит, но ты не готов, потому что ты вместо того, чтобы сделать, ты много чего испортишь и Бог всегда учит нас это главный урок смирения, друзья какой бы ты ни был выдающийся но если нет смирения, Бог не сможет тебя использовать если ты не победишь свою гордыню если ты не победишь и не согласишься с Богом то ничего не произойдет ничего не получится поэтому Бог объясняет нам свои уроки да, он говорит, вот я так действую вот я так поступаю вот, я дал тебе жизнь ты не родился случайно вы знаете, так интересно я об этом размышляю и кажется, почему вот один родился здесь другой родился там один в деревне, другой в городе там, третий там в такой-то стране в этой стране такая-то у него культура такой цвет кожи и все, и все вы думаете, а почему это все? почему это все? потому что так Бог решил это в его сценарии есть почему ты именно здесь в этом городе или в этой стране и поэтому иногда люди когда они не знают призвания куда тебя Бог призвал к чему тебя Бог призвал они начинают бегать кто-то там с работы до работы кто-то из церкви из церкви кто-то из города в город кто-то еще куда-то понимаете, почему люди бегают? они не знают своего призвания или они не согласны с Богом что вот как и он он был не согласен что бог его призвал именно к этому что он этим должен заниматься но когда ты соглашаешься с богом богат вот тогда ты кое-что начинаешь понимать это уроки чисто писания можно сказать когда ты только начинаешь писать да господь я понимаю и я соглашаюсь с тобой и бог говорит вот моя цель вот мое призвание поэтому именно тут ты живешь именно ты получил такое образование именно вот это именно вот это потому что когда ты видишь это все не случайность да не случайно например два самых образованных человека в библии там и сей и апостол павел и именно они написали почти все писание можно сказать это не случайно почему попал в египет а почему учился там при дворе в лучшей школе то-то и то-то почему апостол павел тоже учился у лучшего учителя потому что это был божий план это было божье призвание это был божий сценарий как бог готовит нас к исполнению своей воли как бог приготавливает постепенно до день за днем год за годом да иногда у кого-то больше у кого-то меньше но бог скажет тебе когда ты готов он скажет тебе какое призвание и знаете это не просто ты знаешь призвание он говорит тебе нужно тренироваться в этом призвание вот самое очевидное у нас это кто это музыканты певцы да они у нас поставим перед глазами стоят тут мы на них смотрим больше смотреть не на кого и знаете они на виду вот они на виду вот если ты в другом служении мы тебя не видим там как ты там детском что делаешь мы все не приходил на детское не смотрим до или счета там в каком-то служении но здесь они как на ладони друзья они как на ладони всех видят их как они стоят как они там говорят как как они ходят, как они лажают, или как они не лажают, как они поют, как они играют, растут ли они, или они не растут. Понимаете? И я почему об этом говорю? Потому что перед Богом мы все как на ладони. Вот мы иногда этого не думаем, а Бог даже смотрит, ты бросил мусор, или ты положил куда-то мусор. Вот тут никого нету, вытряхнул там, там еще что-то, понимаешь? Понимаешь, Бог, Он смотрит даже за мелочи, для Него важны даже мелочи. Почему? Потому что из мелочей складывается личность человека. Как ты с кем-то разговариваешь, да? Ты кому-то нахамил там, и думаешь, никто не знает, что ли, да? Ну и, конечно, если ты на сцене нахамил, то я все тут увидел. Тебе, о, на сцене я не хамлю, я не хамло. А там где-то, как бы, ты думаешь, тебя не видят. Бог видит все. Бог знает все. И поэтому я просто говорю, что они у нас тут все перед глазами. Им особенно надо быть готовыми, да? И если они знают, что это их призвание, им надо готовиться, им надо развиваться, им надо тренироваться, им надо репетировать. Потому что даже если ты не слышишь, я слышу. И если я не слышу, Бог слышит. Понимаешь? И это касательно всех нас здесь вместе взятых. Так время пролетело. Я только вот столько рассказал из всего, что у меня было. Давайте мы встанем, помолимся. Аллилуйя. Что-то коснулось вас, друзья? Что-то было для вас? Или это я рассказывал только для прославления там? Или еще для трех человек в зале? А остальные говорят, это все мимо, это все мимо, это не мне. Я верю, что когда Бог дает Слово Церкви, Он дает для всех нас. И всем нам важно это принимать для себя в свою жизнь. Потому что Бог имеет призвание для каждого из нас. Он дал нам жизнь. Каждого. Если бы Бог не дал, нас бы здесь вообще не было. Но Бог дал нам свою жизнь. Бог дал нам свой смысл, свою цель. Если ты еще не знаешь, Бог говорит, ты это обязательно узнаешь. Если ты знаешь, Бог говорит, я буду тебя готовить в соответствии с твоим призванием. Слава Богу! Потому что Бог не просто, знаете, что-то делает. Бог все делает самым лучшим образом. Когда Бог делает, Он говорит, я весьма хорошо сделал. Поэтому Бог нас не отравит. Если бы Он был пекарем или поваром, он бы нас не отравил никогда. Он бы сделал самую лучшую пищу. Если бы Бог что-то бы строил, Он построил бы самым лучшим образом. Потому что мы живем на планете Земля уже столько тысяч лет. И все работает. Воздух работает, вода работает. Все работает. Ничего не сломалось. слесаря небесного никто не вызывает все действие почему что бог сделал все очень хорошо и когда бог работает с нами скажу он тоже очень хорошо хочет поработать очень хорошо потому что бог не делает брака бог делает все самым лучшим образом но мы должны сказать да господь делай свою работу во мне да дух святой я открыт для тебя я открыт я хочу исполнить твою волю я хочу исполнить призвание которую ты имеешь я хочу быть там где ты хочешь чтобы я был я хочу делать то что ты хочешь чтобы я делал до открывай мне показывая буду учиться я буду развиваться я буду стараться ну что царство божье знаете она берется усилием то есть это нужно постараться чтобы быть таким человеком не просто это делать знаете просто так написано что это это проклятие когда мы делаем все перед богом плохо да но мы должны делать все самым лучшим образом аллилуйя дух святой мы благодарим тебя пусть господь твое слово она несет веру она несет жизнь написано что это слово как меч бывает да но разделяет она показывает она обличает но для чего для того чтобы мы были приготовлены написано чтобы мы были приготовлены слава тебе господь что ты нас всех хорошо готовишь ты готовишь свою церковь ты делаешь так что да спустя спустя эти две тысячи лет она стоит она будет стоять она будет двигаться на будет развиваться вот как господь что-то делали я создам мою церковь если он что-то создает это самое лучшее это самое сильное это самое правильное поэтому пусть наши жизни господь своих руках руках горчи горшечника 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 аллилуйя чтобы он все сделал все чтобы ты был самый лучший горшок господь хочешь самый лучший чтобы ты не развалился не рассыпался да но чтобы ты был в почетном употреблением Поэтому мы поклоняемся Тебе, мы благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя! 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 Да, как Иисус говорил, да, будет воля Твоя. Да будет воля Твоя, Господь. В моей жизни, скажи, в моей жизни. В жизни моей семьи, моих детей, моих близких. В жизни моего города, в жизни моей страны. Всей в этом мире да будет Твоя воля, Господь. Халлелуйя! Халлелуйя! Мы просто преклоняемся при Тобой, Господь, во имя Иисуса. Субтитры создавал DimaTorzok